Стартап Блинк 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 У Маргариты и Сергея были вовсе не рюкзаки. Они хотели создать ошейник для домашних животных с GPS-трекером, но опоздали. Времени терять не стали и в 2016-м придумали кое-что новое. Просто купили рюкзак на базаре за 100 гривен, вырезали дырку, ставили туда обычный экран, такой твердый. И это был просто обычный рюкзачок с таким маленьким экранчиком. И концепт нам понравился. Мы повезли его на выставку, получили какой-то первый фидбэк от людей, поняли, что это вообще интересно. Вскоре стартап Маргариты и Сергея выиграл грант на 1 тысячу долларов для первичной разработки. Но первые прототипы оказались неудобными и ненадежными. Экран был не внутри, как сейчас, не под тканью, а он был снаружи. Он был покрыт специальным пластиком, который определенным образом рассеивает свет красиво. Но так как это дополнительная часть материалов, то он был очень тяжелый. То есть рюкзак прям был тяжелый, экран нельзя было согнуть. Эти пластиковые штуки выпадали со временем. Два года понадобилось команде, чтобы довести продукт до совершенства и отгрузить первую партию. Сейчас светодиодный экран легко гнется, ему не страшны дождь и холод. От обычного пауэрбанка работает 6-8 часов. Картинки можно менять с помощью специального приложения для смартфона, использовать готовые или рисовать свои. Если ездите на велосипеде, можете превратить рюкзак в интерактивный поворотник. Мы часто с ним куда-то ходим. Вечером видно очень классно, потому что понятно, что прямые лучи немножко съедают яркость. А вечером, особенно в сумерке, это просто вообще самое яркое пятно на улице. Поэтому у нас очень много клиентов нам пишут, что они не могут пройти с включенным рюкзаком незамеченно. То есть к ним постоянно подходят люди, спрашивают, а что это такое, как это работает. Рюкзаки и начинку для них производят в Китае. Так оказалось дешевле и удобнее с точки зрения доставки. У нас там есть человек, который является частью нашей команды, который там все это контролирует. Сейчас украинские рюкзаки продаются по всему миру по 259 долларов. После успеха взрослых моделей Маргарита и Сергей разработали и детские. Стоимость единицы – 100 долларов. Так небольшой украинский стартап подарил людям новый инновационный способ самовыражения. Продолжение следует...